Вас учат, как завоевывать мир, но не учат, как справляться с самим собой. Ваше счастье или несчастье вызваны вашим умом. Многих хронических болезней. Штаб-квартира в Желудке, а не в Москве. Почему топ-менеджеры со всего мира, включая Google и наш Сбер и другие компании, так охотно внимают мистику в челме? Со мной им спокойно. Я могу подобрать ключ и к вашему сердцу. Как вы познакомились с Германом Грефом? Но вы, наверное, не знаете, что они меня били. Два дня меня избивали. Правда? Физически. У вас внутри работает свой собственный чат GPT. Карма. Это не система наказаний или правосудия. Карма. Значит, действие. Не нужно позволять прошлому определять нашу жизнь. Сейчас самое лучшее время, особенно для женщин. Намаскарам. Ага, русские. Столько русских в одной комнате. Приятно познакомиться с Адгуру. Спасибо, что согласились встретиться. Я столько ваших книг прочитала. У меня, знаете, даже мурашки от встречи с вами. Что? Мурашки. Ну что, можем? Готовы? Да, можете задавать свои неудобные вопросы. Садгуру. Настоящее имя Джаги Васудев. Индийский йогин, мистик, философ и бизнес-коуч. Родился в семье врача 3 сентября 1957 года в городе Майсури, что на юго-западе Индии. В местном университете получил степень бакалавра по английской литературе. В возрасте 25 лет, по словам Садгуру, к нему пришло озарение. Он стал заниматься йогой, медитацией и впадать в транс. В 92-м основал благотворительный фонд Иша, который сейчас проводит программы йоги по всему миру. С середины 2000-х Садгуру активно позиционирует себя как мотивационный спикер и коуч. Он читал лекции в университетах Лиги Плюща и в компании Google, выступал в офисе Всемирного банка, а также на экономических форумах в Давосе и в Петербурге. В 2017-м по личному приглашению Германа Грефа «Мистик» впервые приехал в Россию, чтобы провести тренинги для топ-менеджеров Сбербанка. С тех пор у Садгуру на русском языке выходят книги и есть официальный YouTube-канал, у которого более 2,5 миллионов подписчиков. Первый вопрос для вас, Садгуру, о времени, в котором мы живем. Нам выпали очень непростые времена, в мире столько всего происходит. Особенно в последние годы. Пандемия, потом целый ряд военных конфликтов. И многим кажется, что мир сейчас катится в пропасть. Все меняется, и это, конечно, отражается на людях. Как вы думаете, почему наш мир так сильно изменился за последние несколько лет? Намаскарам. Думаю, из-за того, что люди сегодня так тесно связаны между собой, мы все слишком преувеличиваем. Если вспомнить историю последних двух веков, в которой очень подробно описано, у нас были эпидемии, в которых погибло гораздо больше людей. Даже испанский грипп собрал куда больше жизней, чем эта пандемия. В прошлом веке произошло две мировые войны, и до них тоже постоянно шли войны. Так что сейчас наше положение гораздо лучше, чем когда-либо. Мы живем в условиях куда большего комфорта и удобств. Проблема в том, что многие люди не знают, как справляться с информацией, которая к ним поступает. Сегодня, если в какой-нибудь части света погибает десять человек, эта новость обрушивается на вас в вашей же гостиной. Вы видите кровь и ужас. Если бы 200 лет назад погибло тысячи человек, вы бы сидели в счастливом неведении и думали, что в мире все спокойно, потому что вы бы об этом не узнали. Так что дело в том, как мы справляемся с информацией, а не в том, что все плохо. Не все так плохо. Да, есть определенные проблемы, их без сомнения нужно решать. Конечно, есть люди в военных зонах, есть люди, которые страдают от голода, им тяжело. Но если подумать о последних трех-четырех веках, сколько раз был голод, сколько было войн, смертей и убийств, им нет счета. Сейчас самое лучшее время, особенно для женщин. За всю историю ни в одной цивилизации не было таких хороших условий. Быть женщиной в этом мире всегда было тяжело. Сейчас женщинам гораздо проще. Так что можно жаловаться сколько угодно. И это не значит, что у нас нет проблем. Их у нас достаточно, не спорю. Человек сейчас обладает безграничными возможностями. И если что-то идет не так, последствия могут быть ужасными. И этой проблемы в прошлом не существовало. Если воевали две группы, конфликт так и оставался между ними. А сейчас, если взять пандемию, она произошла только из-за нашей мобильности. Не так ли? Все началось в Ухане. Если бы у нас не было самолетов, вирус бы не распространился. Да. Но сейчас люди путешествуют по свету. И за пару месяцев пандемия накрыла весь мир. Но в любом случае, все было не так плохо, как предсказывали. К сожалению, погибло более шести миллионов человек. Практически у каждого из нас и знакомые, которые потеряли близких. Так что я не пытаюсь умолить значение трагедии. Я просто говорю, что мир всегда сталкивался с подобным. И у нас в 21 веке все вообще прекрасно. Если мы не будем это ценить, мы не сможем сделать нашу жизнь лучше. Если мы будем дальше думать, что все плохо, тогда уже ничего не поделать. Нам нужно ценить то, что мы имеем по сравнению с последние тысячи лет. У нашего поколения больше комфорта, больше удобств, больше мобильности, больше связи, чем когда-либо в истории. Если мы научимся это ценить, придет благополучие. Но, конечно, есть проблемы, которые нужно решать. Я бы хотела поговорить о вашей книге «Внутренняя инженерия». В этой работе вы много пишете о карме. То есть книгу «Карма» вы не читали? Это я тоже читала, но я бы хотела начать с цитаты в книге «Внутренняя инженерия». «Карма» напоминает старую компьютерную программу, которую вы неосознанно написали сами для себя. Я бы хотела узнать, что такое карма вот в этом вашем понимании. Ну, например, для людей, которые нерелигиозны. Можно ли, исходя из этой цитаты, сказать, что карма в их случае — это характер? То есть как ты себя ведешь, такая у тебя и карма. Попробуйте, пожалуйста, это прояснить. Да. Остаточная память в ком-то воспитывает характер, а из кого-то делает карикатуру. Такое происходит постоянно. Но по сути, человек сам решает, как сильно на него влияет его память. Если вы позволяете памяти управлять собой, у вас не будет будущего. Будет только прошлое, которое вы будете переживать снова и снова. Поэтому важно отстраниться от памяти и обратить взор на жизнь, проживать ее в полную силу и создавать будущее, которое мы хотим. Карма — значит действие. Это наше действие. Это не обязательно физическая деятельность. Есть психологическая, эмоциональная, энергетическая деятельность. И, конечно, физическая тоже. Эту деятельность мы ведем в каждый момент своей жизни. 24 часа в сутки, когда спим и когда бодрствуем. Эти четыре составляющих постоянно активны. Остаточные впечатления от этой деятельности сохраняются внутри вас и постоянно формируют базу данных. У вас внутри работает свой собственный чат GPT. Это не новая технология. Она всегда была внутри нас. Она перерабатывает и сохраняет всю эту информацию. Может, вы такие, может, другие. Это вам нравится, это вам не нравится. Но осознанность и разум всегда стоят выше этой системы. И вы можете либо одержать верх над этой программой, или стать ее рабом. Если вы станете рабом прошлой информации, то станете рабом своего прошлого опыта. Поэтому важно, чтобы наш жизненный опыт в настоящем не определялся нашим прошлым. В противном случае у вас нет будущего. Есть только прошлое, которое повторяется в разных вариациях. Перед тем, как выйти из дома, посмотрите в зеркало и снимите одну вещь. Так говорила Коко Шанель. Посмею добавить от себя, что, честно говоря, это касается не только одежды. Одно из главных правил эстетики не переборщить. На принципе, сдержанной формой и глубокого содержания базируется целое направление в искусстве 20 века – модернизм. Стремясь найти новые способы отражения действительности, модернисты довольно быстро перешли из категории новаторов в категорию классиков. Именно такое степенное бунтарство воплощено в 10 минутах от цветного бульвара в проекте премиум-класса мод от компании MR Group. Корпуса жилого комплекса носят имена выдающихся писателей-модернистов Томас Манн, Теодор Драйзер, Альберт Камюгер, Труда Стайн и Айн Рэнд. Эти три башни высотой от 44 до 55 этажей с фасадами из натурального камня и два ярких клубных дома с облицовкой из натуральной меди и латуни. В них камерность сочетается с ритмом современного мегаполиса. Мод – это не только эстетичная функциональность, но и премиальный комфорт. Многоуровневое благоустройство территории, спортивные детские площадки, места для спокойного отдыха и уединения, у водоемов, в тени деревьев, где можно заняться йогой, ну а еще площадь с фонтаном. В самом центре двора над ландшафтным парком мост для прогулок. На крыше стилобата, зеленая терраса, а на кровлях высотных корпусов – смотровые площадки, виды с которых впечатляют вообще в любое время года. В коллаборации с Московским музеем современного искусства создана еще одна важная деталь проекта – парк скульптур. Авторство таких современных художников, как Саша Фролова, Айдан Салахова, Игорь Шелковский и Александр Повзнер. У меня его работы, кстати, есть дома. А также Ольга и Олег Татаринцевы. Одним из главных событий станет воссоздание скульптуры Вадима Сидура, выдающегося художника второй половины 20 века. Инфраструктура соответствует премиальному статусу мод. В данный момент разрабатывается проект фитнес-клуба с бассейном. В стилобате разместится джаз-гостиная со сценой и библиотекой. Это пространство можно будет забронировать для семейного праздника. Ну а в отдельных зданиях расположится ресторан и детский сад. Высота потолков в квартирах до 4,8 метров. Авторские планировки и дизайн интерьеров выполнены международным бюро Лейла Улухан Ли Интериес. Я, кстати, очень хорошо ее знаю. Класс. Осенью стартовали продажи квартир в корпусе Камю. Там за проектом интерьеров отвечает дизайн студии 1508 Лондон. Светлые просторные лобби башен выполнены из натуральных материалов. Высота потолков более 6 метров. Вход по отпечаткам пальцев. Wi-Fi на всей территории комплекса и усиление сотовой связи в лифтах и паркинге. И все это в 10 минутах от Цветного бульвара, 3 минутах от ТТК, получасе от аэропорта Шереметьево и 5 минутах пешком от метро Марьяна Рощи. Современная минималистическая форма и дерзкое, насыщенное содержание. Жилой комплекс премиум-класса МОД от MR Group. Все подробности по ссылке в описании. Может ли карма наказать тебя за какие-то дела? И верите ли вы в справедливость кармы? Ведь мы знаем много примеров, когда очень плохие люди, которые убивали или делали что-то ужасное, умерли спокойно в глубокой старости, в своей постели и не получили никакого наказания. Последствия кармы проявляются внутри вас. То, что происходит вокруг, зависит только от вашего умения взаимодействовать с миром. Люди всегда говорят, «Я хороший человек, но почему я бедный? Почему у меня трудности? Мой сосед плохой человек, но он богат, и у него все хорошо. Почему?» Может, ты хороший человек, но глупый. Что тут поделать? А твой сосед, ты думаешь, что он плохой, но он знает свое дело. Мы должны понимать, что карма значит действие. Результат, который вы получаете, всегда зависит от ваших действий. Мы живем в очень справедливом мире. Что касается внешних ситуаций. Скажем, ваш оператор – очень хороший человек, но не знает, как управляться с камерой. Значит, он испортит ваше интервью. Но вне зависимости от того, какой он человек, если он знает, как работать с камерой, тогда интервью удастся. Да? Да. И неважно, пусть он даже самый ужасный злодей, но он умеет работать с камерой, и это важно для работы, которой он занимается. То же самое с любой другой составляющей нашей жизни. Что посеешь, то и пожнешь. А если ты сделаешь что-то плохое? Что такое плохо? Ну, например, ты профессиональный киллер. Ты убиваешь людей за деньги, и делаешь это очень хорошо одним выстрелом. Накажет ли этого человека карма? Обычно во всех странах таких людей награждают медалями и оказывают им почести. Разве нет? Что это значит? Значит, они делают хорошую работу. Да. Но, может, есть какие-то неэкологичные поступки, как вы считаете? Допустим, какие-то действия, которые могут быть вредными для твоей души, когда просто не надо что-то делать, потому что это плохо для кармы. Это совершенно ошибочное понимание кармы. Карма — это не система наказаний или правосудия. Карма — это просто база данных из нашей памяти. Своего рода чат GPT. Может, у них есть на это лицензия, не знаю. Внутри вас происходит процесс накопления любых данных. Но от них нужно держаться на расстоянии. Не важно, что вы сделали вчера. Если в данный момент вы хотите быть замечательным человеком, вы можете им быть. И не важно, что вы сделали вчера. Жизнь дает нам эту свободу, и мы должны ее использовать. Не нужно позволять прошлому определять нашу жизнь и задаваться вопросом, почему кому-то везет больше, чем нам. Даже если нам кажется, что это плохой человек. Все не так. Давайте я расскажу вам одну историю. Однажды скончался очень благочестивый религиозный человек. Конечно, он отправился в рай. Он сказал, «Я хочу встретиться с Богом». Он попал к Богу и спросил его, «Господи, я всегда был хорошим человеком. Я не делал ничего плохого. Не нарушал ни законов человеческих, ни закона Божия. Я исполнял все заповеди. И каждый день, не по воскресеньям, а каждый день я ходил в церковь. Всегда молился перед сном. Всегда воздавал благодарение перед едой. «Но всю жизнь я был убеден, как церковная мышь. Но мой сосед, атеист, который ни во что не верит, он никогда не был в церкви, он пьет, курит, творит непотребство, но он богат и счастлив. Я вижу, что он поет и пляшет». Бог ответил, «За ним, в отличие от тебя, не скучно наблюдать». Вы думаете, так все и работает? Дело не в том, что я думаю. Если хочешь добиться результата в своем деле, нужно делать его хорошо. В чем-то другом вы можете ошибаться. Может быть, что-то одно вы делаете правильно, и это получается, а где-то внутри могут быть проблемы, потому что что-то вы делаете неправильно. Такова природа жизни. Если не будешь все делать правильно, то ничего не выйдет. Но вы сейчас высказываете довольно революционные идеи для современного мира. Культура отмены, например, действует именно по этому принципу. Если кто-то сделал что-то не так, даже если он большой профессионал, мы больше просто не будем с ним работать. Люди просто хотят избавиться от конкурентов. Что поделать? То есть вы считаете, что если человек гений в своей сфере, неважно, какой у него характер? Да, то, что он делает хорошо, получается, то, что он делает плохо, не получается. Да. У кого-то все получается во внешнем мире, но не во внутреннем. Тогда внутри будет смута, а во внешнем мире все прекрасно. Кто-то, наоборот, заботится о внутреннем, но плохо справляется с внешним миром. Тогда он будет жить в радости и гармонии, но во внешнем мире не добьется успеха. Если мы хотим что-то делать, мы должны научиться делать это хорошо, иначе ничего не уйдет. Вы часто бываете на экономических форумах, вас там всегда очень ждут. Вы читали лекцию перед бизнесменами в Давосе, много раз читали лекции в России, например, на Петербургском экономическом форуме. Я тоже, кстати, была на этой лекции и видела вас. Можете объяснить, почему топ-менеджеры со всего мира, включая Google и наш Сбер и другие компании, так охотно внимают мистику в челме? Этот вопрос мне задали, когда я впервые отправился на Давосский форум. Впервые я там был в 2006 или 2007 году. Там был один бизнесмен. На тот момент его компания была вторым по величине производителем компьютеров в мире. И он очень недовольно на меня посмотрел. Он подошел ко мне и спросил, что этот мистик забыл на экономическом форуме. Я спросил, чем он занимается. Он ответил, что производит компьютеры. Я сказал, не важно, что вы производите, компьютеры или булавки, машины или космические корабли. Это не важно. Главное — это благополучие человека. А этим как раз я и занимаюсь. Вы просто забыли, что производите компьютеры ради благополучия людей. Вы забыли о самом главном. Значит, вы остаетесь на поверхности своего бизнеса. Вы просто хотите продавать компьютеры. Вы не ищете возможности для того, чтобы этот компьютер мог обеспечить человеку благополучие, ради чего и ведется любой бизнес. И это уже на 100% моя работа. То есть вы считаете, что когда люди бизнеса чувствуют себя хорошо, их бизнес тоже идет в гору? Не совсем так. Если они будут действовать толково, дело пойдет в гору. Что значит толково? В любой ситуации, когда захвачен рабочим процессом, то трудишься в имеющихся ограничениях. Если кто-то покажет тебе, как из них выбраться, то ты сможешь действовать так, как и не представлял возможным. Поэтому люди ценят тех, кто не поглощен внутренней атмосферой, но внимательно изучают ее со стороны. Вот что важно. Если вы хотите преуспеть как бизнес-лидер, да и вообще любой лидер, нужно быть проницательным. Потому что как лидер ты находишься на возвышении. Если ты сидишь на возвышении, но видишь не лучше остальных, то станешь посмешищем. Когда сидишь выше других, то ты должен видеть лучше. Тебе ничего не нужно делать, просто лучше видеть. Это как капитан корабля. Он просто стоит и смотрит. А все вокруг работают, не покладая рук. А он просто смотрит. Но это важно. Потому что он смотрит вперед. Внимательно следит за горизонтом. Без него все плоды труда команды разобьются о скалы. И правда. Но вы согласны, что у разных поколений разные ценности? У меня не такой большой бизнес, как у тех, с кем вы общаетесь. Но даже в своей компании я вижу, что молодежь, которая у нас работает, хочет от жизни чего-то другого. Они не хотят вкалывать круглыми сутками. Карьера их не особо интересует. Они хотят больше свободного времени, больше времени для себя. И их гораздо проще обидеть, чем людей постарше, которые гораздо больше занимаются карьерой. Вы такое замечаете? Или это только мои проблемы? Нет, к сожалению, это так. И с одной стороны это хорошо, а с другой плохо. Как я уже сказал, цель любого бизнеса, любой деятельности — благополучие человека. И молодежь начинает это понимать. Одна из причин — далеко не радостные лица так называемых успешных людей. У них постоянно усталые лица. С детства смотришь на родителей, которые вроде как успешные люди, но они постоянно в напряжении и кричат на тебя и друг на друга. Дети не будут слушать твои бредовые норовоучения. Они смотрят на тебя и наблюдают за тобой. И они видят, что оно того не стоит. А зачем? Ты ездишь на Роллс-Ройсе, но ты несчастен. В чем тогда смысл? Ребенок сразу это замечает. И он думает, что уж лучше развлекаться с друзьями, пить и курить, чем страдать ерундой со всем этим бизнесом и карьерой. Что они тебе дали? Ответственность за это лежит на успешных людях. Потому что в нашей жизни успех — самая приятная награда, которой может добиться человек. И неважно, в большом или маленьком деле, успех — самая приятная награда. Его мы и добиваемся. Мы действуем, потому что хотим, чтобы наши шаги привели к успеху. Если не вложить молодежи в голову такую мысль, что успех — самая приятная награда, ради чего стоит стараться, то стремиться к нему они не будут. У общества, где молодежь не стремится к успеху, нет будущего. Меня окружают молодые люди. Они работают... Они сейчас здесь. Они работают 18 часов в сутки, 7 дней в неделю. 365 дней в году. Они не знают, что такое отпуск. И я им совсем не плачу. Повезло. Нет. Все дело в том, что каждую секунду я на своем примере показываю, что посвятить чему-то всю свою жизнь стоит того. В России ваше имя тесно связано с успехом Сбербанка и Германа Грефа. Насколько я знаю, вы с ним часто общались, а еще выступали перед директором Сбера как мотивационный коуч-тренер. Я хотел бы с огромным удовольствием передать микрофон нашему уважаемому гостю. Герман, все вы. Я поздравляю вас со всеми вашими финансовыми достижениями. Я и сама знакома с этим человеком, брала у него интервью. Расскажите, как вы познакомились с Грефом? Что за совет вы дали ему или его сотрудникам, после чего он решил, да, нашей компании точно нужен Садгур? Я никому не даю советов. Когда я смотрю на что-то, я вижу все в мельчайших деталях. Мне достаточно лишь войти в комнату, чтобы понять, что здесь есть, а чего нет. Мне не нужно оглядываться, смотреть еще раз. Такая концентрация внимания для человека доступна, но его мозг занят. В моей голове не роятся мысли, поэтому я сосредоточен. Например, вам не стоит труда пройти отсюда туда, но если выключить свет в кромешной темноте, внезапно вы не сможете ступить и шага, тогда вы станете очень внимательными. Для меня это обычное состояние. Я словно постоянно шагаю в неизвестность. Никто не знает, чего ждать спустя мгновение. Разве не так? Кто-нибудь знает, что будет завтра? Нет. Но глупцы считают, что знают. Я знаю, что не знаю. Поэтому я очень бдителен. В таком состоянии ничего не ускользает. Пока ваш мозг занят всякой ерундой, вы питаетесь прошлым. Если вы питаетесь прошлым, это карма. Хорошо, тем не менее, расскажите, как вы познакомились с Германом Грефом? Может быть, вы говорили о чем-то важном, после чего случились эти ваши визиты в Москву? Позвольте мне задать вам простой вопрос. Когда вам было пять лет, сколько радостных моментов вы испытывали в течение 24 часов? А теперь, вне зависимости от вашего возраста, как много радостных моментов вы переживаете? Больше или меньше? Понимаете, Сбербанк в России можно сравнить с Эппл в Америке. Это очень высокотехнологичная компания. Довольно необычно, что такая компания обратилась к мистику. Дела у них идут хорошо? Не так, как раньше, но все равно в России они успешны, скажем так. Времена сейчас тяжелые, но они не сдают позиции. Я рад это услышать. Вчера я встречался с одним из сотрудников Сбербанка. Он участвовал в одной из наших программ. Не помню, как его зовут. Он сам к нам обратился. Насколько я знаю, сейчас он на связи с нашей командой. Народы проходят через разные трудности. Весь мир переживает тяжелые времена. Необходимо понимать. Неважно, насколько мы умны, какими знаниями и способностями обладаем, все зависит от того, в какие времена мы живем, к чему это время благосклонно. Вчера вы были в Москве, сегодня вы здесь, в Дубае. А все потому, что на дворе 21 век. Живи мы в 19 веке. Что бы вы делали, когда захотели встретиться со мной? В плавь бы добирались? Времени бы ушло немало. Да, я не говорю, что встреча была бы невозможной, но она далась бы нелегко. Вы сегодня здесь. Конечно, вы прилетели, но вопрос не в этом. Таков дар нашего времени. Не будь оно благосклонно, вы бы здесь не сидели. Это касается всех нас. Многое из того, что мы делаем, становится возможным, потому что время, в котором мы живем, тому благоволит. Смысл не в том, чтобы быть правым. Важно соответствовать ситуации, в которой оказался. Соответствовать поколению, которое представляешь. Кем бы мы ни были раньше, то, что было правильным 50 лет назад, 100 лет назад, сейчас может быть неверным. Мой вопрос скорее о психологии. Серьезные руководители, обычно люди очень закрытые. Они привыкли, что все от них хотят денег. Когда они видят меня, они понимают, что деньги мне не нужны. Так что со мной им спокойно. Как вам удается раскрыть их сердца? Я могу подобрать ключ и к вашему сердцу. Так что аккуратнее. Вам помогает что-то конкретное? Можете это объяснить? Ну, например, есть атеист, человек, который ни во что не верит, но условный большой директор. И вот он внезапно меняется. У него появляется желание пригласить вас в свою компанию. Желание находиться с вами. Почему это происходит? Потому что я предлагаю нечто разумное. Вот что важно. Я предложил для его компанию программу внутренней инженерии. Я лично ее провел в их образовательном центре. Но вы, наверное, не знаете, что они меня били. Что вы хотите сказать? Два дня меня избивали. Физически. Правда? Я был в русской бане. А, я уже испугалась. Меня обливали ледяной водой, потом горячей, потом били. В Москве? Да. Вам понравилось или так себе? В моменте было не очень приятно. Но потом стало хорошо. От хамама все же отличается, правда? Хорошо. Мне очень понравилась ваша встреча с Мэтью МакКонахи. Просто вы его фанат. Вот в чем дело. Нет, я, конечно, следила за вами. Вы проводили с ним один эксперимент с трением рук с закрытыми глазами. Просто закрой глаза. В течение 20 секунд энергично потри руки вот так. Из-за интенсивного движения твое сенсорное тело расширяется. Вот что происходит. Вот почему люди все время трутся друг от друга. Может быть, предложите и нашим зрителям какую-то простую практику. Что-то несложное, но что может дать такие же ощущения. На телевидении? Что ж, кое-что зрители могут сделать и сами. Не обязательно делать. Вместе с нами. Важно понимать нечто довольно простое. Этот человеческий механизм – самая сложная и продуманная машина на планете. Вы согласны? Он гораздо сложнее самого мощного компьютера. Компьютер был произведен вот этим. Этот механизм сложнее ракетостроения, потому что он произвел и эту науку тоже. Так что это очень сложная машина. Скажите мне, вы прочитали инструкцию? Нет. Вы читаете книгу «Внутренняя инженерия». Отчасти это и есть инструкция. Сейчас у вас с собой телефон. Были времена, когда, чтобы что-то напечатать, мы доставали печатную машинку «Ремингтон». Да. Даже я ее еще помню. Попечатайте на ней три дня, и ваши пальцы станут крепкими, как у мастера карате. Станут как камни. А сегодня достаточно легкого касания по экрану. Сейчас чат GPT все сделает. Стоит только сказать. Теперь у нас сенсор. Движения мягкие. Но вот это еще более тонкое. Измените свои мысли, и перестроятся все химические процессы. Мы можем провести эксперимент, и вы все увидите, если сидеть в одной позе. Процессы протекают одним образом. Если сесть по-другому, будут протекать по-другому. Взглянув, как человек сидит сейчас, я могу сказать, какие проблемы ждут его через 10-15 лет, на физическом, психическом уровне, и в жизни в целом. Нет, нет. Обо мне расскажите, пожалуйста. Нам нужен какой-то конкретный пример. Хорошо. Это тонкий момент. Если вы перевернете телефон и начнете печатать, написать сообщение вы не сможете. Я просто вопросы подсматриваю, чтобы ничего не забыть. Я не об этом. Если вы возьмете телефон и попытаетесь набрать текст, нажимая с обратной стороны, у вас ничего не выйдет. Можете даже смотреть по сторонам и думать, что вы что-то печатаете, ничего не выйдет. Здесь то же самое. Когда вы думаете так, меняется одно, по-другому меняется другое. Проводились эксперименты. Мы и сами проводим исследования. Если вы, сидя в этой комнате, будете думать о тиграх, химия будет одна. Подумайте о цветах, химия станет другой. Подумайте об океане, она снова изменится. О горах химия снова другая. Чувствительность очень высокая. Люди же, напротив, ведут себя словно с молотком и гвоздями в руках. Многое у них получается случайно. Радуются они тоже случайно. Чтобы вы почувствовали себя счастливыми, тысячи условий должны совпасть. Все люди вокруг должны быть на своих местах. Только тогда наступит счастье. Я сейчас не конкретно вас. Люди в целом так устроены. Чтобы почувствовать себя счастливым, сперва мне нужно изменить всех людей вокруг, чтобы они стали такими, как я хочу. Вот только шансы, что я когда-нибудь все-таки испытаю счастье, в таком случае крайне малы. Потому что никто никогда не сможет изменить всех так, как ему нужно. Даже одного человека изменить полностью еще никому не удавалось. Не так ли? Да, никому не удавалось. Но можно изменить вот этого. Но вы говорите, если думать о горах, чувствовать будешь себя так? Нет. Речь не о самочувствии. Вся химия перестраивается. Хорошо. Тогда у меня такой вопрос. В России сейчас популярно что-то вроде медитации на деньги или книги, которые рассказывают, что нужно визуализировать деньги, успех, или нечто что-то дорогое, и якобы тогда ты сможешь это получить. Действительно ли работают подобные техники? Богатые люди такое не практикуют. Так делают те, кто не достиг успеха. Я тоже в них сомневаюсь. Но скажите, это ведь тоже о способе мышления? Нет, я говорю о другом. Позвольте я поясню. Нужно понимать, как устроена наша машина, как она работает. Вы хотели конкретный пример. Давайте кое-что проделаем. Не скрещивайте ноги. Садитесь вот так. Все пальцы вместе. Кладем ладони на ноги. Пока ничего не делайте. Я все скажу. Глаза нужно будет закрыть. Пока не закрывайте. С закрытыми глазами. Дышите чуть глубже, чем обычно. Вдох процентов на 10-15 глубже. В процессе наблюдайте за легкими. Как они наполняются воздухом? Куда он поступает? Легкие состоят из трех долей. Верхняя, средняя, нижняя. В какой доле? Легкие будут максимально расширяться и сокращаться. Потом я скажу вам перевернуть ладони. Сделайте это, не прерывая дыхание. Переверните ладони и наблюдайте за своим дыханием, где происходит наибольшее сокращение и расширение. Нам нужно два этих положения. А потом вы мне все расскажете. Хорошо? Закрываем глаза. Дышим чуть глубже, чем обычно. Наблюдайте за дыханием, где происходит максимальное раскрытие и сокращение. Переворачиваем. Откройте глаза. Почувствуйте разницу. Чувствуешь себя спокойнее? Нет. Где легкие раскрываются и сокращаются на максимум? Вот здесь больше всего. Больше всего. Когда ладони вниз, а ладонями вверх? Когда переворачиваешь ладони, сперва труднее дышать, но потом ты... Я поясню вам, что происходит. И вы скажете. Когда мы держим руки ладонями вниз, больше всего раскрывается и сокращается нижняя доля легких. Это заметно по движению диафрагмы. Когда мы переворачиваем ладони, дыхание немного поднимается. Все движение происходит в средней доле легких. Я всего лишь попросил переворнуть ладони, и вы стали дышать по-другому. И дело не только в дыхании. Полностью меняется энергия вашей жизни из-за такого незначительного движения. Сколько раз в день вы делаете так, сами того не понимая. Вы крутите ладонями, запускаете тревогу и хотите спокойствия, хотите медитировать. Так ничего не уйдет. Вот она карма. Нужны действия. В нужное время. Это интересно. Чувствуешь себя иначе. Спасибо, что поделились этим со мной. Ваша родина, Индия, она долгие годы... Дома у меня нет. Я бездомный. Долгие годы Индия была под оккупацией Великобритании. Какое у вас отношение к имперскому прошлому? Просто в мире сейчас есть много людей, которые хотят возрождения империи. Что думаете вы? Империя – это всегда плохо или есть исключения? Видите ли, когда пришли британцы, и не только британцы, в Индию хотела попасть вся Европа. Как вы думаете, почему? Потому что Индия была самой бедной страной в мире? Нет. Индия была богатейшей страной. Она занимала практически третье место в мировом экспорте. Доля Индии в мировой экономике составляла более 26%. Им не нужна была бедная страна, которой нужно было помогать. Они не к этому стремились. Индия была самой богатой страной. Попасть туда хотели все. Даже один мореплаватель, по ошибке, высадившись в Северной Америке, назвал местных жителей индейцами. Я объездил Северную Америку на мотоцикле во время пандемии. Благодаря ей у меня выдался такой шанс. И я посетил 17 коренных народов Америки. Все, с кем я встречался, говорили мне «мы индейцы». А я им «нет-нет, вы не индейцы, это я настоящий индейец. Вас так назвали по ошибке». Кое-кто просто ошибся. Почти все в Индии были грамотны, могли писать и читать. Школ не было. Но читать и писать могли все, такова была система. Но когда в 1947 году британцы ушли, ВВП страны упал на 98%. Мы стали одной из самых бедных стран. Уровень безграмотности превысил 87%. Безграмотности? Не образованности. Дар, который нас настиг спустя 230-240 лет просветания. Винить нам в этом некого. К сожалению, мы сами позволили этому случиться. Мы могли бы справиться с несколькими сотнями солдат, но не сделали этого, потому что шла борьба внутри. Причины, в общем-то, не важны. Промышленность и торговля были жестоко уничтожены. Сейчас считается, что Индия – сельскохозяйственная страна. Это не так. Индия была страной с развитой индустрией и торговлей. Было время, когда 80-85% одежды, которые носили в Европе, было индийского производства. Еще во времена Римской империи люди жаловались. Почему так много нашего золота уходит в Индию? Потому что женщинам хотелось носить одежду из Индии. Ничего другого они не хотели. До сих пор в Индии существует 132 разновидности ткацких переплетений, что не удавалось ни одной другой культуре. Мы сильно опережали другие страны и в математике, и в астрономии, и в медицине. Но все это систематически разрушалось. В особенности текстильная промышленность. Мы были на голову выше. Но они не просто уничтожили индустрию. Они преломали пальцы мастерам, чтобы те не могли ткать. И они делали это систематически. Это было намеренно? Да, потому что это был крупнейший бизнес. Они наложили такие налоги, что продолжать было невозможно. В некоторых регионах фермеры должны были платить стопроцентный налог. Налог в сто процентов? Как вам такое? В результате случился голод. Более трех миллионов человек во время Второй мировой войны погибли от голода, потому что все продовольствие вывозили из страны, транспортное сообщение и коммуникации уничтожались. Все это дело рук тех, кого сейчас, к сожалению, у них дома воспевают, как народных героев. Как бы там ни было, мы из-за этого не печалимся. Последние 70 лет мы выстраиваем все заново. Мы уже совершили скачок, стали пятой экономикой в мире, а через 6-7 лет точно займем третье место, а может быть, это произойдет и быстрее. Инициативность и стремление сильно возросли и останавливаться не собираются. Но страна у нас демократическая. В ней много хаоса, потому что каждый толкует законы по-своему. Но это ничего. Так мы развиваемся. Получается, работаешь ни за что. Те, что нападают. Получается, империи всегда несут зло? Нет. То есть, может, есть и хорошие империи, но они все равно будут нападать? От королевства до империи. Понимаете, одно дело, когда империя расширяет границы на местах, как это было в древние времена. Имея небольшие территории, империя осваивала новые земли, брала под свой контроль то, что никому не принадлежало вовсе. В те времена империи были другими. Но когда вы приезжаете на другой континент, захватываете незнакомую культуру, о которой совсем ничего не знаете, это нечто совершенно иное. Это всегда плохо. Вы уже упомянули о женщинах. В начале вашего интервью вы сказали, что сейчас лучшее время для женщин. В своих книгах вы много пишете о женщинах и женственности. Мой вопрос касается роли женщины в современном мире. Вы утверждаете, что многие женщины потеряли свою женственность из-за карьеры. Не из-за карьеры. Все так устроено, что добиться успеха, может только очень мужественный человек. Так все устроено. Поэтому женщины ведут себя как мужчины. Но это большая потеря. Ведь можно развиваться агрессивно, но можно развиваться без агрессии. Как я. Почему вы считаете, что когда женщина отказывается от семьи, это плохо? Тут дело не только в женщинах. Женщины не отдельные существа. Или вы отдельные существа? Мы отдельные существа. Правда? Это опасно. Женщины не отдельные существа. Это просто другой пол. Таким образом, мы продолжаем род. Не нужно постоянно искать различия. Это происходит потому, что мы эксплуатируем друг друга вместо того, чтобы сотрудничать. Всюду царит эксплуатация, которая производит определенную реакцию. И как реакция на эту эксплуатацию, люди делают что-то еще. Но в этом ни для кого не будет ничего хорошего. И, например, если мир станет плох для мужчин, не стоит думать, что он станет хорош для женщин. Плохо будет всем. И если для женщин мир будет очень плох, он не будет хорош и для мужчин. Так что общество не может существовать исключительно для мужчин или женщин. Ведь мы – существа одного вида, но слишком серьезно относимся к своей половой принадлежности. Нет. Необходимо понимать, что, конечно, мы биологически созданы для разных вещей, но сегодня из-за технологий мы можем выполнять ту же работу. 300 лет назад, как я уже сказал, не было самолетов, и вы бы не смогли прилететь ко мне в Дубай. Если бы только вас кто-то не отвез верхом на лошади. Хорошо, но я современная женщина. Объясните мне, почему женственность так важна? Потому что я, честно говоря, не ощущаю такой важности этого аспекта в моей жизни. Женственность – это не что другое. Когда я говорю про женственность, это не означает, что нужно стать куклой Барби. Нет. Видите ли, в физическом мире все имеет ту или иную полярность. Положительную или отрицательную. Есть северный полюс, есть южный. Если мы решим, что южный нам не нужен, и избавимся от него, это будет конец света. Что же делать? Необходимо понять, что биологические различия решающего значения не имеют. Это вопрос некоторых частей тела, только репродуктивных частей. Поэтому, если вам нужно идентифицировать себя с частями тела, по крайней мере, хотя бы выберите мозг. И не имеет значения, женщина вы или мужчина. Мы с вами говорим на равных. И эти вещи не важны. Они актуальны только в ванных комнатах и спальнях. Не следует выносить их повсюду. Я вас об этом спрашиваю, потому что для русских это очень важная тема. Страна у нас достаточно традиционная. И для многих мужчин действительно важно, чтобы роли в семье были разные. Чтобы жена им готовила дома, рожала детей, но при этом еще и успевала работать. Мы с вами сидим здесь, потому что кто-то родил детей, не так ли? Но вот что делать с этим крахом традиционного образа мышления женщин? Это дело личного выбора. Нельзя взять и сказать, что все женщины должны пойти и получить профессию. Или все женщины должны сидеть дома и быть чьими-то женами. Каждый сам выбирает, чем ему нравится заниматься. Мы же пытаемся сделать из этого философию. Но дело в личном выборе. И это нормально. Хорошо. Тогда я хочу процитировать ваши слова о йоге, которые мне очень понравились. Йога — это не философия, а реальность, которую можно испытать и исследовать. Но можно ли действительно погрузиться в йогу без религии? Я думаю, одно и другое тесно связано. Правда? Да. Вовсе нет. Религия — значит, что вы во что-то верите. А это значит, что вы делаете предположение о чем-то, чего не знаете. Да? Это верно. Когда вы говорите, что верите во что-то, что это значит? Вы не знаете, как на самом деле, но что-то предполагаете. А как это происходит? Кто-то вам рассказывает, вот что написано в этой книге, вот что говорит этот великий человек, и появляется предположение. По сути, это значит, что авторитет становится для вас истиной. Это религия. А в йоге истина является авторитетом, потому что это исследование. Слово йога означает единство. Вы дышите? Или после этого вопроса вы перестали дышать? Я дышу. Или вы не дышите, потому что вы женщина? Дышите очень хорошо. Я рад. То, что вы выдыхаете, вдыхая дерево, дерево выдыхает, а вы вдыхаете. Это йога. Я говорю только о дыхании, но дело не только в нем. Каждая клетка вашего тела, каждая субатомная частица взаимодействует со всей Вселенной на разных уровнях. Без этого взаимодействия вы не сможете существовать ни одного мгновения. Верно. Если вы это осознаете, если вы понимаете, что тот, кем вы являетесь, не только здесь, это происходит повсюду, что вы сегодня ели на обед? Сегодня пасту. Это плохо? Нет. Звучит очень по-итальянски. Она была вегетарианская. Эта паста на вас ничем не похожа. Но когда вы ее съедаете, за несколько часов она становится частью вас. Верно. Что произошло? Произошла йога. Единение. Йога означает единство. То, что вами не было, становится частью вас. Это паста. Прежде чем оказаться у вас в тарелке, где она была? В магазине. А до этого на ферме. А до этого в земле. А теперь то, что было землей, сидит тут в вашем обличье. Это же чудесно. За несколько часов вы превращаете что-то в самого себя. Это и есть йога. Но вы не осознаете, как это происходит. Внутри вас все происходит со мной. И кусок хлеба становится прекрасной женщиной. Это не мелочь. Если я возьму кусок хлеба и превращу его в человека, что вы обо мне подумаете? Это будет только часть? Нет. Вот я взял кусок хлеба и превратил его в человека. Кто я такой, по-вашему? Бог? Да. Вы тоже так делаете. Вы превращаете пасту в женщину. Вы это тоже делаете, но не осознаете того, как это происходит. Если вы начинаете это осознавать, тогда вы становитесь йогином. Что это за религия? Религия значит, что вы строите предположения о вещах, которых не знаете. Кстати, насчет пасты. У вас есть своя диета или какие-то правила питания? Никакой пасты. Это точно. Может, у вас есть какие-то аювердические правила, которые позволяют почувствовать себя иначе? Лично я пробовала аюверду в разных частях Индии. Действительно, после нее чувствуешь себя по-другому. А что вы обычно едите? Я бы хотел спланированную диету. Но я каждый день в новом месте и полагаюсь на милость людей. Обычно меня неплохо кормят. Посмотрите, я сыт и в хорошей форме. И вы не вегетарианец? Я вегетарианец по собственному выбору. Для меня это не вопрос морали. Что я не хочу есть животную пищу. Просто это разумно. Это вопрос вашей эволюции. Нет необходимости отказываться от мяса. Мясо — это еда для выживания. Когда мы были охотниками и собрателями, мы его ели. Но с эволюцией, которую проходят все люди, если они осознают эту эволюцию, то естественным образом переходят на растительную диету. При необходимости, конечно, можно на день отойти от нее, чтобы выжить. Ведь это важно. Но когда есть выбор, естественным образом переходишь на растительную диету. Потому что если вы понаблюдаете за своим телом, то все заложено в нем. Можем поговорить об анатомии? Давайте. Немного. Какой путь проходит еда? От губ до прямой кишки. У хищных животных спереди есть клыки. Два зуба, чтобы рвать мясо. И резцы, чтобы резать мясо. Но нет зубов для жевания. Потому что жевать мясо не нужно. Его надо поделить на кусочки и проглотить. И еще обратите внимание на движение челюстей. У хищников оно только такое. У травоядных есть такое движение и другое, перетирающее. А у вас какое? Второе. Да. Перетирающее движение у нас тоже есть. И у нас есть как резцы, так и большие коренные зубы, чтобы пережевывать пищу. Пережевывать мясо не нужно. Это ничего не даст. Когда жуете углеводы, зерна или что-нибудь еще растительного происхождения, пищеварение начинается прямо здесь. Потому что во рту есть необходимые ферменты. И если вы правильно питаетесь, по крайней мере 30-40% вашего пищеварения должно происходить здесь. Если все сразу проглотывать как хищник, пищеварение не будет происходить. Желудок ждет уже наполовину переваренную пищу. А когда туда попадает непереваренная, это приводит ко многим проблемам. И у многих хронических болезней. Штаб-квартира в желудке, а не в Москве. У полтоядных животных длина пищеварительного канала примерно в три раза превышает длину их тела. У травоядных — в 5-6 раз. Длина нашего пищеварительного тракта — 8-9 метров. Это в 5-6 раз больше длины тела. Мясо движется очень медленно. И у всех хищников пищеварительный канал короткий. Таков замысел эволюции. Вегетарианская еда пройдет очень быстро. Поэтому ей нужен длинный пищеварительный тракт, который успеет впитать все необходимое. В вашем нынешнем состоянии, если вы съедите фрукт, вы переварите его в течение полутора-трех часов. Сырой овощ вы переварите максимум за 12-15 часов. Приготовленную вегетарианскую еду будете переваривать от 24 до 30 часов. Приготовленное мясо от 52 до 54 часов. А если вы съедите сырое мясо, на пищеварение уйдет от 70 до 74 часов. Когда пища проводит 74 часа в вашем организме, возникают проблемы. Люди учатся с этим жить, заливать алкоголем, делать что угодно. Возникает стресс, тогда люди становятся агрессивными, все время напряженными и раздражительными. Но с точки зрения эволюции, это шаг назад. Да? Когда человек превращается в тигра, разве это шаг вперед или это шаг назад? Это серьезный шаг назад, не так ли? Если бы это был вопрос выживания, мы могли бы есть что угодно. Но как только появляется выбор, вы естественным образом переходите на растительную пищу. Не слушайте меня. Прислушайтесь к своему телу и к эволюционной природе того, как все устроено. Можете назвать пять простых шагов к счастью? Шаг только один. Один? Да. Все так просто? Да. Это очень просто. Вам это удавалось даже, когда вы были ребенком, верно? Не знаю. Когда вам было 5-6 лет, вы были счастливы? Я и сейчас иногда счастлива, но не часто. Я знаю. К этому иногда мы еще вернемся. Но ребенком, разве вы не были счастливы? Наверное, была. Не очень хорошо помню. Восемь лет. Вы были счастливы? Вы были счастливы. Тогда кто-то должен был что-то сделать, чтобы вы почувствовали себя несчастной. А теперь же нужно что-то сделать, чтобы вы почувствовали себя счастливой иногда. Когда все так успело обернуться? Верно. Необходимо понимать, ваше счастье или несчастье вызваны вашим умом. Это так? И то, и другое происходит внутри вас. А то, что происходит внутри вас, должно происходить по-вашему. Не так ли? Особенно, если вы считаете себя свободной женщиной. Да. То, что происходит у действительно свободного человека внутри, происходит так, как ему надо. А снаружи все эти ужасные люди, которые не слушают. Хорошо, я прочитала много ваших книг, но иногда очень трудно. К трудностям мы перейдем позже. Но я задаю простой вопрос. То, что происходит внутри вас, должно происходить по-вашему. Не так ли? Иногда это невозможно. Нет. Мы подойдем к этому позже. К тому, что возможно и невозможно. Но вы понимаете логически, что ваш ум должен делать только то, что вам нужно? Например, если ваши два пальца начнут тыкать вам в глаза. Это нормально? Нет. И поскольку мне не все равно, если я это увижу, я постараюсь удержать вашу руку. Если вы совсем не будете слушаться, мы вас свяжем и вызовем врача. Я поэтому ношу очки. Они разобьются. А врач, может, не будет видеть иного выхода, кроме как отрезать вам руку. Ужасные последствия. Почему? Потому что ваша рука нападала на вас. Если моя рука будет пытаться бить вас, есть разные решения. Можно убежать, можно подраться со мной, может кто-то вмешается. Но если вы начинаете бить себя собственной рукой, решение должно прийти изнутри. Сейчас вы избиваете себя собственными мыслями и эмоциями. Здесь то же самое. Я хочу, чтобы вы просто представили, что вы начали это делать и тыкать себя пальцами в глаза. Как же это глупо. Это безумие. Не так ли? Но это происходит даже сейчас. Бьешь ты себя, тыкаешь пальцами или вредишь эмоциями. В чем разница? По сути, мы не умеем обращаться с собственным интеллектом. В этом вся проблема. Да? Да, но бывает непросто. Мы дойдем до этого. Не спешите. Хорошо. Сейчас. Вот там восток. С утра вы захотите посмотреть восход над пустыней. Восхитительное зрелище. Но вы смотрите не в ту сторону. Смотрите на запад. И вы видите свою тень. В пять часов утра вы подготавливаетесь, хотите посмотреть на рассвет. Но рассвета вы так и не видите. Но вы видите свою растущую тень. И вы захотите понять, откуда появляется свет. Тогда вам будет очень сложно наблюдать восход. Тогда возникает теория. Наблюдать восход — самая трудная задача во Вселенной, потому что так можно свернуть себе шею. Если не видишь его, то повезло. Люди смотрят не туда, но хотят что-то увидеть. Так ничего не получится. Счастье или несчастье. Умиротворение или смятение. Радость или мучение. Все исходит изнутри вас. Не так ли? Да. Тогда почему не происходит того, что вы хотите? Ваш собственный ум вас не слушается. Это как с этими двумя пальцами. А почему? Потому что вы ничего с этим не сделали. С этим справляются кое-как случайно. Когда люди живут случайно, тревога — это норма. Как это можно изменить? Поэтому я и говорю, что вам нужно заняться внутренней инженерией. Я могу научить вас одной простой практике. На сегодняшний день присутствует достаточное количество медицинских свидетельств. В Клинической больнице Медицинской школы Гарварда, в больнице Мэтт Израил в Бостоне, появились существенные научные доказательства, что если на протяжении шести недель делать практики внутренней инженерии продолжительностью в 21 минуту, то ваш нейротрофический фактор мозга и эндоканабиноиды, канабиноиды, понимаете? Карбонит? Нет-нет, канабиноид. Марихуана. Марихуана. Да, конечно, канабис. Канабис. Наш организм производит канабис изнутри, производит эндоканабиноиды. После шести недель практик, выработка эндоканабиноидов в организме увеличивается на 70%. Таких показателей не бывает даже во время оргазма. Уровень эндоканабиноидов будет намного выше, если вы просто посидите здесь в медитации. Если химия вашего тела проводит вас в состояние блаженства, как же в таком случае можно быть несчастным? Но вы можете стать таким же беспомощным человеком, как я. Никто не может сделать вас несчастным. На меня вечно все смотрят сверху вниз. Но иногда хочется достичь этого эффекта без канабиса. Вот в чем проблема. Может, вы дадите какой-нибудь совет? Нет. Понимаете, когда вы потребляете ее извне, она вас обездвиживает и отравляет. Нет, нет. Но когда это идет изнутри, то вы испытываете прилив сил и чувствуете свободу. Хорошо. Давайте рассмотрим на конкретном примере. Скажем, я готовлюсь к интервью с многоуважаемым садхгуру. Пишу вопросы, переживаю, прихожу сюда. А может быть и такое, что камера все это время ничего не записывала. Да, например, камера ничего не записала, или вы по каким-то причинам просто не пришли. Тогда мы просто посмеемся и разойдемся. Ну или, например, я пришла, а тут полная разруха. И никто не готов к интервью. Как мне в такой ситуации быть счастливым? Никакой разрухи. Вы приехали, мы встретились, а сейчас мы сидим и разговариваем. Например, вы не пришли. Я пришла, вы нет. Что-то случилось. Я буду чувствовать себя очень подавлено. Как тут радоваться? Это же невозможно. Хорошо. Можете расстроиться. Я от этого внезапно появлюсь перед вами. Нет. Тогда что? Если ваше расстройство может повлиять на ситуацию, то, пожалуйста, расстраивайтесь. Такое может сработать в браке. Не нужно расстраиваться на самом деле. Достаточно всего лишь притвориться. Она смотрит на меня. Видимо, знает, как это работает. Если просто делать вид, что вы опечалены, то это может подействовать. Но если вы всегда в печали, что же с вами сделаешь? Я спросила у вас совет по поводу счастья, потому что если задать тот же вопрос известным религиозным деятелям, представляющим разные конфессии, то они же все отвечают примерно одно и то же. Что же они отвечают? Нет, они отвечают разными словами, но суть одна. Знаете, если посмотреть на различные религии... Их представители вам скажут, что если вы будете идти по жизни с Богом, то обретете счастье. Мой вопрос звучит так. Вы не думаете, что люди, глубоко покруженные в философские мысли, они схожи? Нет. Посмотрите на выражения лиц философов любого столетия. Они совсем не выглядят радостными. Не так ли? Хорошо, а давай лама. Я не хочу давать комментарии о конкретных людях. Окей, я хочу спросить вас о стрессе, вызванном мировыми потрясениями. Что вы об этом думаете? Нет. Стресс вызывает не сама ситуация. Стресс — это ваша неспособность управлять своими психологическими и эмоциональными процессами. Если вы научитесь правильно пользоваться своими пальцами, они никогда не выколят вам глаза. Правильно. Пальцы сослужат нам хорошую службу. Таким образом, если вы научитесь правильно распоряжаться своим умом, он никогда вам не навредит и станет способен на потрясающие вещи. Человеческий ум — это величайшее чудо на планете Земля. Но сейчас люди используют его в качестве генератора страданий. Мы хотим это изменить. Поэтому в следующем году я запускаю движение под названием «Чудо ума». Все идиоты должны усвоить, что мы имеем в своем распоряжении настоящее чудо, и оно находится здесь, но вы все портите. Очень сложно чувствовать себя счастливым, если что-то идет совсем не по твоему плану. Можно сделать вот что. По крайней мере, можно помочь вам обрести спокойствие. Сделать так, чтобы оно было стабильным. Если хирургически удалить определенные части вашего мозга, вы всегда будете спокойными. Это правда. Если исключить саму возможность мозга испытывать грусть, то вслед за ней исчезнет и проблема. Если это, возможно, сохраняется, то не испытывать эмоции трудно. Это своеобразная тренировка для вашего интеллекта. Я задам вам простой вопрос. Вы хотите, чтобы ваш ум был острым или тупым? Острым. Острым. Я вас на это благословляю. Когда вы держите в руке что-то острое, скажем, я дал вам очень острый нож, значит, вам нужно относиться к нему серьезно, и ваша рука должна быть твердой. Если бездумно размахивать этим ножом из стороны в сторону, то можно выпустить себе кишки. Так или нет? Так. Именно это сейчас и происходит. Вы играете с острым ножом и вредите сами себе. Вам больно? Понятно. Что же мне делать с этим острым ножом? Приходите к нам. Мы займемся внутренней инженерией. Сделаем вашу руку твердой. Тогда нож превратится в очень полезный инструмент. И как этого добиться? Как я и сказал, если вы готовы этому уделить 30 часов своего времени и внимания, то я вас научу. Хорошо. Да, конечно. Я была бы очень этому рада. Итак, в завершении нашего интервью хочу спросить вас об угрозе глобальной катастрофы. Многие люди сейчас испытывают большую тревогу по этому поводу. Как вы думаете, угроза апокалипсиса реальна? Ведь постоянно ведутся разговоры об этом апокалипсисе, ядерной войне и тому подобных вещах. Вы верите, что это действительно может произойти в нашем мире? Я не думаю, что ядерная война — это апокалипсис. Апокалипсис подразумевает под собой, что Бог разгневается и решит придать огню всю планету. Как-то так. А Бог не может сделать это посредством ядерной войны? Нет. Это могут сделать мужчины, а в будущем, возможно, и женщины. Бог не может сбросить ядерную бумбу. Он просто зажарит землю в своей духовке. Понимаете? Такое может случиться. В этом году на Солнце произошло очень много вспышек, которые по своему размеру в несколько раз превосходят размер планеты. Вот какой мощностью обладают эти вспышки. Но так как наша планета находится в движении, все это излучение целиком до нас не доходит. Если бы это случилось, нам бы настал конец. В космосе постоянно происходит что-то такое. Там летают астероиды. Знаете, говорят, что на Землю пролетел астероид и уничтожил все единозавров. Что мы будем делать, если на нас упадет астероид? Мы погибнем. Допустим, он сейчас приземлится между мной и вами. Получается, зря записывали интервью. Тогда я умру в хорошей компании. Это радует. Может, позитивное мышление как раз об этом? Я пытаюсь вам сказать, что... Я уже это говорил несколько минут назад. Никто из нас не знает, с чем мы столкнемся через секунду. Только дураки считают, что знают. Если вы скажете «я не знаю», то ваш интеллект будет сохранять бдительность. И вы сможете наилучшим образом для себя справляться с трудностями. В противном случае вы не сделаете даже того, на что способны. Если в вашей жизни вы не сделаете того, на что не способны, это ничего. Но если вы не делаете того, что вам по силам, это катастрофа. Вы время от времени ощущаете спокойствие в своей жизни. Иногда. А радость? Да. Блаженство? Иногда. Восторг? Иногда. Значит, вам лишь осталось поработать над стабильностью. Это правда. Вы не лишены способности чувствовать радость, удовлетворение или экстаз. Просто они нестабильны. Что это значит? Вы не делаете того, что можете. Это катастрофа. Не так ли? Допустим, вы вообще не способны испытывать радость. Что же тогда делать? Это другой случай. Мы не можем сейчас просто взять и взлететь. Ничего не поделать, что такова наша природа. Но мы придумаем выход. Найдем самолет, параплан или что-то еще. Мы решим проблему. Это совсем другое дело. Но если вы не делаете того, на что способны, то ваша жизнь трагична. К сожалению, слишком многие люди влачат подобное печальное существование. Поэтому в следующем году я запускаю программу под названием «Чудо разума». Мы хотим коснуться, по крайней мере, трех миллиардов человек и сделать все для того, чтобы их ум не превратился в источник страданий для них самих и для окружающих. Пожалуйста, присоединяйтесь. Да, спасибо большое. Я бы хотела, чтобы вы дали российской аудитории какой-нибудь совет. Я подумал, что это вы мне собрались дать совет. Нет, нет, нет. Вы сказали «Хочу дать вам совет». Нет, я не думаю, что могу вам что-то посоветовать. Простите. Я никогда не прислушивался к чьим-либо советам. С тех пор, как я был вот таким. И это не потому, что я считаю, что знаю все. Я понимаю, что я есть жизнь. Я не заинтересован в том, чтобы познавать что-либо в этой вселенной, кроме жизни. А если я есть жизнь, то зачем мне к вам прислушиваться? Сейчас, где бы я ни появился, люди думают, что я познал тайны вселенной. Нет. Я знаю лишь одно. Я знаю лишь вот эту частичку жизни. От начала и до конца. К счастью, вы созданы по тем же законам. Хотя и думаете, что принадлежите к другому виду. Например, пять-десять лет назад я даже не задумывалась ни о каком апокалипсисе. Для меня это было чем-то из фильмов, которые мы порой смотрим. Но сейчас я часто думаю, наверное, это конец света. В этом виноваты СМИ вроде вас. Где этот апокалипсис? Но так считают многие россияне. Если в 40-х годах никто не думал об апокалипсисе, то почему его боятся сейчас? Борьбу ведут только россияне и израильтяне. В остальных частях света все нормально. Люди устраивают вечеринки в субботу вечером. Разве это похоже на апокалипсис? Но вам не кажется, что люди, которые живут в таких обстоятельствах, сильнее нуждаются в мире и самоуспокоении. Они обращаются к мистикам, к религии, к йоге. Они пробуют разные средства, чтобы избавиться от этого чувства. Видите ли, дело не в обстоятельствах. Дело в неспособности людей управлять ресурсами своего мозга. А это все равно, что сказать, если бы у меня был мозг, как у дождевого червя, я бы обрел покой. Поэтому я и говорю, что если человеку удалить часть мозга, он станет умиротворенным. Но смысл не в этом. Это не выход, не так ли? Выход вот какой. У вас есть мозг, но нет к нему клавиатуры. Или же вы не знаете, где она находится. Вам нужно выяснить, где клавиатура. Если у вас есть мозг, но нет клавиатуры, то вы пробуете все подряд, а вось сработает. Если вы откроете набор номера у себя в телефоне и станете нажимать на экран слепую, мы не знаем, кому вы позвоните. Вы сможете позвонить нужному человеку, только если будете набирать номер аккуратно. С мозгом так же. В ваших школах, в образовательной системе, в культуре не дают информацию о том, как с этим работать. Вас учат, как завоевывать мир, но не учат, как справляться с самим собой. Как взаимодействовать со своим умом и эмоциями. Нам нужно рассказать об этом миру. Если вы хотите здоровое мировое сообщество, в особенности сейчас, когда люди повсюду страдают от психологических проблем. Я согласна с этим. Мы должны учить людей, как справляться со своими мыслями и эмоциями до того, как им исполнится 12 лет. В противном случае, через 15-20 лет половина населения планеты будет страдать от психологических проблем. Как вам кажется, мир движется в правильном направлении или нет? Мир движется в правильном направлении, а вот люди... Планета не меняет свои оси и идет по верной траектории с той же скоростью. Ваше мнение, сейчас миром правит зло или добро? Я не мыслю такими категориями. Я не делю жизнь на хорошее и плохое. Одни люди создают проблемы, другие — решения. Если поколение создает больше решений, чем проблем, то мы считаем, что все хорошо. Но глупо было бы думать, что придет такое время, когда у нас не будет никаких проблем. Такого не бывает. Возможно, когда миром начнут править женщины, никаких войн не будет. Тогда нас точно ждут проблемы. Возможно, вы не знаете, но я знаю. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо за то, что уделили время. Я это очень ценю. Спасибо. Спасибо.